Библейский портал экзегет.ру представляет 16 глава книги Судей или книги Вождей, как я называю эту книгу в своем переводе для портала Экзегет. Сейчас мы ее немножко прочитаем. Это завершение истории Самсона и собственной истории его падения. Самсон такой супер богатырь. В начале своей истории он разрывает пасть льву. Потом убивает ослиной челюстью тысячу человек. То есть какие-то даже неимоверные истории. А в 16 главе про слабость богатыря. А мы с самого начала читаем, что ему женщина одна понравилась. И вообще вся эта история с Ферестимбленами имеет в качестве повода его недовольства тем, что ему жену его не дают. Итак, однажды Самсон отправился в Газу. Газа, кстати, до сих пор где сектор Газа, это как раз там, а тогда там жили в Ферестимблене. Он увидел там женщину-блудницу, вот слабое место, и вошел к ней. Жителям Газа сообщили, что пришел Самсон. Они собрались вокруг городских ворот и всю ночь поджидали его. То есть ждали, когда он будет выходить, чтобы напасть. Всю ночь они хранили тишину, чтобы утром убить его. До полуночи Самсон спал, а в полночь поднялся. Взялся он за створки городских ворот и выломал их вместе с двумя косяками и засовом. Взвалил себе на плечи и отнес на вершину горы, которая перед Хевроном. Казалось бы, вот они его дождались. Но тоже Самсон просто превосходит все представления о силе, которые только могут быть, оказывается всегда сильнее. Но это мимолетный эпизод. После того он полюбил одну женщину, жившую в долине Сорой. К имени ей Далила. Интересно, что похоже они все филистимленки. Нравились ему филистимленки? Бывает. К ней пришли филистимские правители и сказали, разузнай у него, в чем его великая сила и как его одолеть, как связать и усмирить. А мы дадим тебе по 1100 шекелей серебра каждый. Довольно много это, 10 килограммов с лишним. Далила спросила Самсона, скажи мне, прошу, в чем твоя великая сила? Как можно бы тебя связать и усмирить? Самсон ответил, если связать меня с семью свежими, еще не высохшими жилами, я ослабею, стану как простой человек. Филистимские правители принесли семь свежих, еще не высохших жил, и она связала его имя. В задней комнате у нее притаилась засада. Только она крикнула, вот и филистимленни за тобой, Самсон, как он разорвал эти тетевы, словно обожженные льняные шкурки. Шнурки. Его сила так и осталась тайной. Далила упрекнула Самсона, что же ты обманываешь меня, говоришь ложь, скажи, прошу, как можно было бы тебя связать? Казалось бы, после прошлого опыта Самсон мог бы сообразить, что это совершенно неудачная идея рассказывать этой самой Далиле, как именно его можно связать. Она уже попробовала. Более того, Самсон, кажется, это сам понимает, потому что в первый раз он одни пошутил, во второй то же самое. Самсон ответил ей, если связать меня новыми веревками, которые еще не были в употреблении, то я ослабею, стану как простой человек. Далила взяла новые веревки и связала его имя, и крикнула, вот и филистимленни за тобой, Самсон. А в задней комнате у нее притаилась засада, но он сбросил веревки с рук, словно нитки. Далила упрекнула Самсона, а ты все обманываешь меня, говоришь мне ложь, скажи мне, как связать себя? Такие игры в БДСМ, с одной стороны. А с другой стороны, очень поучительное повествование женщины, которая все равно добивается своего. И мужчина понимает, что, в общем, себе во вред он выдает информацию, но слишком-слишком ее ценят, слишком она ему дорога. Он ответил ей, только если вплетешь семь моих кос в ткани, прибьешь ее к ткацкому станку. Когда он спал, Далила взяла семь его кос, а тогда нормально было и мужчинам носить косы. Вплела их в ткань, т.е. ткань она из нити состоит, наверное, где-то можно было пустить пучки волос. И прибил ее к ткацкому станку, т.е. к станку, на котором эта ткань делалась. Она крикнула ему, вот и Ферестимлин за тобой, Самсон. Он пробудился ото сна и выдернул косы вместе с тканью, прибитой к ткацкому станку. Да, т.е. волосами выдернул ткань. Уже совсем, казалось бы, она его так вот унизила. Уже начинается его, собственно, волосы начинают участвовать в этом заговоре. Но он все равно не поддается. Далила все упрекала его. К чему ты говоришь мне о своей любви, когда сердце твое не со мной? Вот уже три раза ты обманул меня, но так и не сказал, в чем твоя великая сила. Такими словами она извозила и мучила его ежедневно. Так что немила ему стала жизнь. Тогда он открыл ей тайну. Поведал ей. Бритва никогда не касалась моей головы, потому что я черепа матери Назарей Божий. Напомню, мы об этом говорили в связи с историей зачатия Соломона. Он Назарей, Назарейство – особый обет, который предполагает, что человек посвящен Богу. У него есть некоторые запреты. Один из запретов – он не должен брить голову. Вообще никогда. Тогда очень часто именно брились. Если меня брить, то сила оставит меня. Я ослабею и стану, как все люди. Далила поняла, что теперь он открыл ей тайну и предала филистимским правителям через гонцов. Вот теперь приходить. Он открыл мне свою тайну. Филистимские правители отправились к ней, захватив с собой серебро. Ну вот, заодно и оплатить услуги. Чего же она с ним так обращалась? Ну, наверное, потому что достаточно частая, очень поучительная история. Связь между любовниками, она не предполагает заботы о другом. Она скорее предполагает, что человек использует другого человека для своих целей. Удовольствие получить, денег заработать, секрет выведать. И Самсон настолько поглощен этой связью, настолько она для него дорога, что он даже не задумывается об очевидных таких стоп-сигналах. Далила усыпила Самсона на своих коленях, вот как нежно, мило, и позвала одного человека срезать семь коз с его головы. Так он начал ослабевать, и сила оставила его. Она крикнула, вот и филистимы не за тобой, Самсон. Он пробудился ото сна и ответил, вот выйду, как не раз бывало, и стряхну их с себя. Он и не знал, что Господь оставил его. Из-за того, что обрезал волосы, то есть такая магическая история. Более того, Самсон, щемшон по-еврейски, и слова солнца, шемеш, они очень похожи. И получается, что Самсон такое солнечное божество, которое ночью спит, и ничто не может остановить его пробуждение утром, а когда обрезают его лучи, да, как косы его головы, то солнцу уже ни на что не годно. Есть утверждение, что это такой древнеязыческий миф. Ну что же, вот в Библии так прямо и будем толковать, что это солнечное божество, Самсон. Или это история про человека, который абсолютно в себе уверен. Вот эти вожди, это такие герои, победители. И подчеркивалось, особенно в истории о Гидеоне, что они побеждают не свои силы, они побеждают по Господней воле. А вот здесь, так я силач, я стряхну их. И вот эта самоуверенность, это непонимание того, что все обусловлено, да, что все может прекратиться, что в конце концов секрет от Бога нужно беречь, он ее выдал, долили. Вот это и становится причиной этой трагедии. Он и не знал, что Господь оставил его. Ну или мы бы сказали скорее наоборот, что он фактически оставил Господа в этих всех событиях, да. Когда ходят по женщинам и выдает эти секреты, свой назарецкий обет, он рассказывает, пусть и не сразу, но рассказывает, как вот такую занимательную историю, которую можно ночью любви рассказать своей подруге. Схватили его Ферестимлине, выкололи ему глаза. Такая тоже калечащая и одновременно уродующая человека процедура, которая делает его относительно безопасным и объектом смеха. Выкололи ему глаза, привели его в газу, тот город, с которого начиналось, собственно, все. Заковали в бронзу, и он стал работать на мельнице среди рабов. Но его состриженные волосы постепенно отрастали. Вот он просто на мельнице свою физическую силу, ее небольшие остатки тратят на то, чтобы молоть зерно в расчете жерна. Как-то собрались правители ферестимские на великую жертву Дагону своему богу и устроили праздник. У них много богов, Дагон один из них. Они говорили, предал наш бог в наши руки Самсона, нашего врага. И простой народ, увидев его, прославлял своего бога и говорил, предал наш бог в руки нашего врага, который разорял нашу страну и многих из нас убил. Вот Самсон беспомощен, слаб и в рабстве. В разгар веселья они попросили, позовите-ка сюда Самсона нам на забаву. Самсона позвали истемниться им на забаву, поставили его между столбами. Очевидно, имеется в виду дом, в котором два столба внутри. Между ними он стоит. Тогда Самсон попросил мальчика, который вел его за руку, дай-ка мне нащупать столбы, на которых держатся крыши храма, я обопрусь о них. Дом тот был полон мужчинами и женщинами, были там и филистимские правители, и на крыше было около трех тысяч мужчин и женщин, и все с насмешкой смотрели на Самсона. На самом деле, трудно представить себе, чтобы внутри языческого храма было пиршество, хотя у язычников все бывает. Обычно храм – это, собственно, дом для бога. Но, может быть, это некое прихрамовое сооружение, где празднество проходит, причем на крыше, крыши были плоские и внутри, в здании. А Самсон возвал Господу такими словами. «Владыка Господи, прошу, вспомни обо мне, только еще на один раз придай мне силы Божьей, отомщу я филистимленным разом за оба моих глаза». Напомню, что, с одной стороны, волосы вырастут, и раз состриженные косы были причиной того, что он лишился силы, можно сказать, что отросшие волосы стали причиной того, что сила вернулась. А с другой стороны, все же движется молитвой, и эти внешние вещи, они могут быть, ну, скорее, или совпадением, или каким-то знаменем, но не в волосах на самом деле силы. Самсон сдвинул с места два средних столба, на которых держалась крыша дома. В один он уперся правой, а в другой – левой рукой. Крикнув, пусть погибну и я, и филистимлене, изо всех сил надавил он на столбы, и крыша дома обрушилась на правителей и на простой народ, находившийся внутри. Смертью своей Самсон погубил больше филистимлен, нежели он убил при своей жизни. Потом пришли брать его весь дом от его отца, унесли его тело, похоронили его между царой и Штаулом в гробнице отца его Манолоха. Самсон был вожден в Израиле 20 лет. Что ж такого героического он сделал? Просто перебил много филистимлен по разным поводам, иногда надуманным. Позволил взять себя в плен и отвезти в рабство туда, в филистимскую страну, а потом героически погиб. Тоже как-то не очень, не очень героические истории. Мне кажется, что эта история, как и многие другие библейские, скорее показывает, насколько невзыскательный материал. что, вообще-то говоря, вот священная история — это не какая-то такая очень насыщенная история о хороших людях, а вот эта история, как из этих грубых дикарей Господь все-таки лепит постепенно свой народ. Очень похожая история будет в 17 главе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова